ребята всем огромный привет пришло время вывешивать нашу таранку сейчас я одену волшебные перчатки кстати перчатки эти я помыл они чистенькие надо вытереть вот руку и будем смотреть что там наша таранка потому что она уже стояла добрых наверное неделю а то и больше так смотрите все вы помните тот рецепт который я вам показывал рецепт от зрителя был сейчас мы будем с вам ее промывать она у нас постояла хорошенько в рассоле таком скажем тогда соли вот наша рыбка а ну-ка какой запах вот такой вот подлящик подлещик правильно то я говорю подлящик так а ну-ка посмотрим что у нас здесь внутри хорошая ничего здесь нету чистенькая рыба значит смотрите что нам дальше надо сделать теперь нам надо весь этот рассол с рыбы убрать вот и промыть ее холодной водой не спрашивайте почему потому что это такой рецепт так надо берем хорошенько рыбу промываем и выкладываем тарелку рыба хорошего цвета видите то есть она не испортилась это очень хорошо будем вывешивать ее на балкон я не хочу чтоб она была сильно соленая вот поэтому я ее промываю водой холодной можно конечно еще замочить холодную воду чтоб она постояла в холодной воде на этого делать не буду вот я просто промою холодной водой вот в принципе все что нам будет надо все что у нас получилось сейчас я возьму проволоку и мы будем населять рыбу на проволоку и вывешивать на балкон так я уже подготовил вот такую вот проволоку смотрите так как я рыбу оставил с глазами а нам надо будет вот вилка наверное нет ножек скорее всего населить потому что я сначала думал можно сделать все это дело вот так вот где жабры здесь да и вот так вот подвесить а потом думаю нет наверное все таки лучше сделать вот тут вот такую вот дырочку да где глаза и населять ее вот так вот смотрите проволока сейчас попробую потому что иголки у меня такой огромной нету от прекрасно смотрите получилось только немножко глаз вылезли ничего страшного нету все равно рыба уже не живая так вот и вот так вот будем проселять всю рыбу я сейчас вот так вот сделаю вот видите на таком расстоянии сделаем а потом будем вывешивать все это дело на балкон так смотрите тут у меня получается более солнечная сторона да балкон я буду все время закрывать то есть не надо его открывать потому что мало ли может залететь какая-то муха оса отложить там яйца поэтому я повешу рыбу на эту сторону вот видите здесь вот это я уберу даже лучше вот здесь я его повешу вот тут повыше вот потому что потом если она будет стекать то тут попробую повесить и положу какую-то посудину для того чтобы потому что может водичка еще выделяться так ребята вот наша рыба видите сейчас я буду вешать покапать но ничего страшного тут нету я сейчас это сделаю так смотрите вешаем вот тут вот так вот на такие узелки так чтобы она повыше была подвешена смотрите раз эту надуть достаточно она не оборвется и вот тут тоже вот так вот раз балкон у меня закрыт поэтому некая зараза сюда на изолизы это сто процентов вот смотрите вот так вот вешаем вот она себя стоит хорошенько в рядок сейчас вам покажу и я сейчас что-то сюда подложу смотрите можно вот такую вот видите вот так вот она себе будет висеть здесь так все в принципе я все сделал смотрите вот так вот рыбка будет висеть здесь тут я положил вот такую вот миску сюда она будет скапывать но она сегодня покапает а завтра она уже капать не будет балкон закрыть мух тут нету никаких вот надеюсь а за недельку она высохнет и нас будет вкусно и вкусно и таранька шо у нас делает барс барсюк так утка разлигся наики красавец так утка разлигся да она провернись покажи свои пузико закажи свои пузико зрителям я тараньку люблю да я хочу вам еще сказать один такой маленький секрет как делать перловку не одна женщина рассказала на рыбалке что для того чтобы приготовить хорошо перловку она ее не варит получается она покупает самую дешевую обычную перловку потом берет термос наливает туда горячей воды и запаривает перловку на полтора часа в термосе вот потом вытаскивает термоса вот эту перловку и покупает специальную такую прикормку ну что она покупает? специальную такую чесночную прикормку вот для карася дает туда немножко тмина высыпает все это дело туда в перловку и на вот эту перловку она ловит кстати очень хороший рецепт вот этот чтоб чесночная прикормка тмин туда немножко можете аниса туда немножко дать и очень хорошо клюет рыба а в особенности она ловит очень хорошо вот эта женщина леща там такой огромный крупный лещ есть на одном озере красноперку ловит карпа карася хорошего вот очень хороший рецепт женщина дала мне еще знаете что кроме вот этого рецепта вот я хочу еще посоветовать потому что я вот когда на озере был я видел что вот такая крупная рыба как лещ карп карась она состоит возле берега и вот сейчас получается нерест да и она наедается вот перине перед нерестами вот именно вот сейчас вот этот месяц апрель и следующий месяц это самый самый пиковый такой сезон самый классный месяц для ловли леща потому что он крупненький хорошенький жирненький а потом когда уже наступает его нерест он уходит на глубину далеко глубоко глубоко его потом очень сложно сложно поймать вот я вот когда ходил я набросал прикормки возле берега было жарко было очень сильная жара стояла рыбы не было но как только было где-то 7 7 38 часов уже темнело до вечер был то рыба начала всплываться я вот действительно видел там возле берега такие огромные куски плавают вот поэтому если кто-то хочет я вам открою секрет я вам скажу где находится вот это озеро хотите поедете попробуйте ловить туда рыбу я тоже как бы собираюсь туда поехать ловить рыбу вот хочу поехать воскресенье утром самого утра вот и надеюсь мне тоже улыбнется удача и я тоже что-то словлю все ребята удачи вам всем такой маленький маленький влог как я делал тараньку рассказал маленький секрет приготовления перловки кстати надеюсь таранька получится вкусная не знаю это я первый раз делаю тараньку то один такой рецепт от моего зрителя он говорит должна была получиться должна получиться хорошая таранька только ее не надо пересушивать она должна быть такая мягенькая то есть я думаю недельку до полторы она повисит здесь а потом вместе с вами попробуем купим какого-то хорошего такого вкусного пива таранька пиво и вообще и будет просто супер увидимся с вами следующий флок подписывайтесь на канал ставьте лайки пока